Третий тон Тимофей 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 Филипп Фиг 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 У вас съемка пог brightly Ну, все фрикнулись, что ли, там через порог на пересут킬 Ты что попал? Ну все потом попал фиг Заходим сюда, брали все Там приближено было, все болтается А потом Заходим, заходим. И с детской тоже. Проходим сюда. Только вон не надо будет читать. Вот он так махнет. Вот он ворын. Ты ферлензеешь? Ты ферлензеешь? Я, я. Зажгу? Зажгу. 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 Царю Небесный, Утешителю Души Истинной, И живы с детства, и вся исполняй, Сокровище благе и жизнеподателю. Боже, милости буди к нам грешным. Отче наш, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови наше собрание и пребудь с нами. Прости наши прегрешения и мысли наши направь к горнему. Благодарим Тебя, Господи, за все, что Ты даруешь. Тебе, Господи, за все хвала. Отец иный Дух Святой. Аминь. Аминь. Попроси, чтобы, Галина, покажи форму свою. Ты такой должна носить на работе? Ну, в пиджак, да. Что она означает? Вот эти полоски разные, красненькие. А это что она означает? Российские железные дороги. Российские железные дороги. РЖД. Дизайн Юдашкина. А то, что в юбке, это не препятствие? Ну, юбка, ниже колена у меня юбка форменная. Ну, не заставляют брюки надевать полоски? Не заставляют, но в форме есть брюки. Одевать не заставляют. Ну, поставилась на работу, сказала им, что ты горящаясь? Знают все, конечно. Ну, значит, доверять тебе немало этом. Доверяют, да. Взятки ты не берешь там ни с кого? Что вы брать-то, Игнатихович? Нет пассажирования. Я заключально спрашиваю. Мы ехали когда, а один присал мужик, ему дал, а он на завтра не дает билет. Я пошел к главному, который там едет, он подошел. Ну, надо же, только сегодня первый день пришел, его снимали, тут же все не отнялось, садил на ту инстанцию, где ехали. Нет, сейчас очень строго коррупция на железной дороге, на данный момент, вплоть до увольнения, поэтому, может быть, кто-то рискует. Но с деньгами дело не имеешь? Ну, нет, мы только продаем билеты. Как не имеем? У нас есть в продаже продукция, с деньгами дело имеем. Мы продаем чай, кофе. Надо же там все так берем. Чай, кофе продают, сахар. Ну, это вот и другое дело. Билет столько стоит, в Барнауле. А с меня берут больше. Я говорю, а почему берете больше? Она за то, что продаю. Да, кажется, не продаешь, так и первую цену не возьмешь. Я сразу в милицию. Ну, надо же, вчера заменили, другую посадили, опять то же самое. Вот это вот. У нас прайс висит прямо, поэтому тут исключено. Мы же все молимся за тебя, за путешествия. Я сегодня уезжаю снова, пожалуйста, прошу ваших молитв. Он говорит, что наобъезд, какой поезд идет. Вы знаете про Адеровский, что с ним было? Мы знаем, конечно. Адер идет отсюда, в поезд. И оттуда, и они встретились около Адлера. Нет, от того, есть. А там низина большая. И прорвало большое отверстие, и газ. Ну, падает давление, там добавили еще. И искра попала. И как рвануло, два состава полностью уничтожило. Метров где-то на 300, там, так и вагон летели. Туда, и Горбачев, сам, страшная трагедия была. Ни за чего. Кто-то спал, кто-то что, все. В труху превратилось. И приводилось. Как слова Адлер скажет, так дружь берет. Ну, еще Адлеровские составы, к тому же, возят военных. Помоги, Господи, потому что от проводника не зависело это. Вот такая наша жизнь, кратковременная. Можно? Ну, можно. Пока все сестры здесь, у меня вот вопрос. У нас вот есть детская комната для матери и младенцев. Это так или нет? Или может быть она уже другое значение? Да, так. Просто она сейчас превратилась в раздевалку, в переговорную, в тайную комнату, там, еще во что-то. А мать с младенцем, она по остаточному принципу. То есть, там, ее вообще никто не замечает, не смотрит на нее, что там с детьми и так далее. Мне хотелось бы, чтобы эта комната обратно превратилась в малютки, да? Ой, чего Павла говорит? Матерь и младенца. То есть, легитимной хозяйкой должна быть мать с младенцем. У нас, ну, пока сейчас два младенца, как я вижу. По возрасту это и в Севе, и в Ездра. Поэтому все остальные, это мигранты, так скажем, да, туда. Бывшим младенцем. Да, бывшим младенцем. То есть, я бы хотела, чтобы раздевалка перенеслась. То есть, в храме, там у нас очень много крючков. То есть, там все раздевались. Сестры, братья там раздеваются, не знаю, кто еще. Чтобы переговоры тоже велись где-то в других местах. Чтобы детские занятия, они вот здесь, вот здесь вот можно сделать для них все это. А та, она вот как комната, как она должна быть по предназначению. То есть, если кто-то хочет туда войти, должен постучаться. Если дверь открыта, она должна быть открыта. Если свет выключен, он должен быть выключен. То есть, никто не должен туда входить без разрешения, так скажем, легитимного хозяина, это матери с младенцем. Ну, если там матери с младенцем нету, значит, все пользуются ей как обычной комнатой. То есть, открывают и закрывают, делают, что хотят. У меня такое предложение, и насколько оно оправдано, я прошу проголосовать. Лен, ты все правильно сказала. Когда Даша только родила, у нас же, ну, как бы особо не было, было объявлено, у нас, во-первых, все мальчики, ну, теперь уже братья взрослые, было сказано, чтобы они туда не заходили, не сидели, потому что матери нужно и покормить ребенка. Это было объявлено. Ты говоришь, не обращают на нее внимания. Ну, сейчас зашли, там, на детям, на детям. Там, младенец сейчас, включили свет, зашли туда, все такой. Там, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И брат, что-то зашли, не заходили. Никто не должен туда заходить вообще. Всех предупредила, всегда спрашиваю, можно ли включить свет. Если кто-то нарушает, то есть, если дверь открыта, она должна быть открыта. То есть, она срушает, она молится со всеми с нами. А если вы заходите переодеваться, дверь закрываете, она ничего не слышит. Всем было объявлено, что, главное, там, мама с ребенком. Вот я не могу, я там... С уважением, кровать вообще одну, чтобы не занимали, не сидели, не лежали. Это ее кровать. А переодеваться все, вот, переодеваться, это вот здесь, вот, смотрите, у нас там много-много, чтобы переодеться. Там большие комнаты, там можно комната есть вторая, переодеться, там нужно вот толпу зайти. Почему? Вот здесь, в храме, вторая комната. В храме говорили, не нужно переодеваться. Об этом разговор был, что в храме переодеваться не нужно. Вообще переодеваться не нужно тогда. Вообще не нужно. Это единственное теплое помещение, где человек может переодеться, на самом деле. Ну вот у нас же бабушки все как-то переодеваются. Где-то же они переодеваются. Ну, я... Это вот мое предложение. Если нет, давайте перенесем комнату матери-младенца в какое-то другое помещение. И там организуем, чтобы... То, что ты призываешь к уважению, да, это должно быть, это обязано быть. Ребенок спит, будьте, пожалуйста, потише. Ну, каждый польза другого. Мы же должны о самых слабых, о наших. Все поняли. Я все правильно сказала. Да, ну и наши выросли. Все, слава Богу. Ваши не первые тоже. Как-то мы терпели друг друга. Я на 20 человек набираю, что ли? Нет, ну, у нас бы другой возможности нет. Вот, ёпт, куда же. Ты против сразу? Не знаю, я не против. Дело не в этом. Мы же обсуждаем этот вопрос. Батюшка никогда не запрещал там быть детям. Дети маленькие, дети или младенцы, дети постарше. Они там были всегда. Действительно сейчас сказали правильно. Ваши младенцы это не первые и не последние. Если вы просите уважение к себе, то имейте уважение и к другим детям. Конечно. А мы разве не имеем? Может, я вообще-то не запрещу? Да мы и я. Я попрошу. Ты тоже туда заходишь и заходишь. Я захожу для помощи младенцев. Ты заходила раньше, когда у вас здесь не было младенцев. Давай не будем лукавить или что-то не договаривать. Это было? Было. Поэтому, раз вы просите уважение к вам, мы это проявляем. То есть я проявляла кому-то неуважение? Нет, 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 все. Обе правы мы еще раз поговорим со всеми, кто там, чтобы все понимали. Это я уже объявляла, и у меня есть дети-свидетели о том, чтобы они соблюдали, что никто не забегает ни во время службы, врубает свет, мало ли что там сейчас делает мама, неважно, Даша или другая какая-то мама. С уважением, да, без шума, не разбудить. То есть вечерняя служба, Даша, она молодец, она вечером приезжает и на литургию, и утром на утреннюю. Сестра, я думаю, мы уже толчем воду в ступе. Вопрос поднятый, и он достоин обсуждения. Вернемся к нему в следующий раз и обговорим еще после собрания. Сейчас у нас первое. Читаем толкование на сегодняшнее учтение. Главное предложение буквально. Позвонила мне Ирина Кустинова. Непонятно, с чем это объяснить. Что Никиту взяли на передовую. Чтобы помолились. Ты знаешь, Никита? Нет, я не знаю. Не знаю, значит, молись крепко. Вы знаете, что такое передовая? Это там, где стреляют, где убивают, где воруют, где воруют, которые там бывают. Он был здесь. И у него все хорошо, и тем более он альтернативный. Присягу не принимал. Дальше я не разговаривал, не знаю, что только усил фенометр. Конечно, очень тревожная обстановка. И она взяли на передовую. Может по делу. Священник ездил, но взяли как помощника там что-то поднести. Здесь я ничего не знаю. И постарайся как-нибудь узнать, с чем связано. Может быть, она сама не знает. Представь себе. Так что, во славу Божию. Все остальное, это такое покажется? Никакое. Когда человек потеряется. Ну, приведи Господь. Он такой хороший. Приезжал, молились вместе мы. Сегодняшнее чтение. Первое послание к Тимофею, святого апостола Павла. Глава первая, стихи с пятнадцатого по семнадцатый. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Стих пятнадцатый. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Сказав выше, что он помиловал меня, гонителя, продолжает. Не удивляйся и не сомневайся в величии дара, ибо для того он пришел в мир, чтобы спасти всех грешников. Итак, верно слово и достойно приятия. Потому что невозможно не доверять дарованному. Напротив, так как беспечна благодать, благость подателя, оно заслуживает доверия и приятия. Это направлено также против иудеев, преданных закону, чтобы показать им, что без веры невозможно спастись. Почему же он, сказав в другом месте, по правде законы непорочной, Филиппийцам 3.6, теперь ставит себя первым из грешников? Потому что предправда во Христе, правда по закону ныне грех, так как время ее уже прошло. Пока было ее время, она была правдой, подобно тому, как ночью луна и свеча свет. Но когда явился Христос, как солнце, тогда затмил ее. И так погрешает и неразумно действует тот, кто пользует свечой подзаконной правды, когда воссияло солнце правды Христовой. И в другом месте апостол говорит об этом. Прославленное даже не оказывается славным. 2 Коринфянам 3.10 Стих 16 Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Полкование Обрати внимание на смирение Его. Для того, говорит, я помилован, чтобы никто из согрешивших уже не отчаивался, но был в полной надежде на прощение, так как получает спасение величайший из всех грешников – Павел. Этим апостол показывает, что сам он не заслуживает прощения, но ради спасения других сподобился сего человеколюбия Божия. Не сказал просто, чтобы во мне показал долготерпением, но все долготерпением, как бы так говоря, бесконечно согрешив, я нуждался во всей милости, во всем его человеколюбии, а не отчасти, подобно тем, которые отчасти согрешили. В пример, говорит, то есть для примера, для утешения, и для прощения всех, кто хочет веровать. 17 стих Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Толкование. Так как апостол сказал очень великое о Сыне, именно что Он спасает отчаявшихся, то чтобы кто-нибудь не подумал, что Отец лишен славы, своей славы, Он высылает и Ему славу. Все это общее и у Сына, ибо и Он также Царь веков. Если Он творец веков, то как Он не царь, нетленный, невидимый по божественности, и единый, мудрый? Он Сам и есть мудрость Отца. Это же нужно сказать и о Духе. Единому премудрому сказал не для противопоставления Отца, Сыну и Духу, нет, но для того, чтобы показать, что хотя и ангелы, и люди имеют премудрость, но по-настоящему премудр один Бог, как источник премудрости. Все же другие твари, имеющие премудрость, делаются причастниками ее. Честь и слава не на словах только, но и в делах. Слава и честь, словом воздаваемое, являет нас только благодарными, а воздаваемое делом делает нас подражателями Ему, что гораздо больше. Бог требует от нас прославления Его и словом, чтобы мы любили Ему, Ему внимали и повиновались, и через это сами же получали пользу. Подобно тому, как и девяющийся на славу солнечного света себе самому доставляет пользу, наслаждаясь светом и пользуясь им при делах своих, а не пользующийся им самому себе причиняет ущерб и лишение. Богу нашему слава! во-первых, хочу сказать, что уже в второе воскресенье читают там «Валящего виктора». Если о мне, то я вот, видите, перед вами надо убрать. «Для профилактики». «Для профилактики» не надо. «А здрасте». Так, и еще тут я подслушал разговор сестер. Ну, правда, тут не шептались, а громко говорилось, поэтому слышно было не только мне. Некоторые у нас болящие, вот если там болеют, болеют там месяц, там два месяца, и за квартиру не платим. А что я буду платить-то? У меня же не было, я же не ходил. А если в больнице ты лежишь, за коммунальные ты не платишь? Ну, одним словом, это как-то не по совести, мне кажется, я думаю. Ну, нужно, во-первых, прошлогодние все долги, если у кого-то есть, заплатить, потому что год-то уже новый начался, я не знаю, там есть ли? Давайте мы на эту тему в следующие выходные, когда будет больше народу. А вы думаете, что будет больше народу? Ну, если батюшка приедет, что будет больше народу. Да, и уже при батюшке тоже не очень много народу. Да, это так. Столько. Давайте проверим. Давай. Давай. Всех сердечно благодарю за молитвы. С детьми занятия так и проходят. Да, детей не убавляется. Маленьких детей нет. Такие хорошие, как раз возраст такой, вот, девяти там лет или выше. Стефан, самый старший. Ну, вот вчера вот он помогал тоже мне, там, и говорит, помоги немножко, расскажи там, что тебе нравится. Нравится ходить в церковь или нет кому? Никому не нравится ходить в церковь. Все ходят. Через те. Да, я говорю, а что бы вы желали, чтобы было такого в церкви, в храме, что вам бы понравилось? Миша Юров говорит, я бы батюшке помогал в исповеди, вот я бы, говорит, уграл с вами, постарался, я говорю, а что это такое? Он говорит, ну, я не знаю, что это такое, ну, наверное, ему же надо там помогать. я говорю, это интересно, потом поговорим. Кто-то, кто-то еще, кто-то еще там что-то любит, там, ну, с кадилом вроде, а Стефан такой, один, мне нравится, а что тебе нравится? Ну, понятно, он там батюшке помогает, ему там интересно это там ходить, и так далее, а эти все стоят. Кто-то что понимает, никто ничего не понимает. Я говорю, а у нас, вот, как рассказал, что у нас все на русском языке, и проповеди у нас есть, и дети выходят, когда канон вот этот читается там, в воскресне, дети у нас выходят, тут занятия там проходят с ними, они там разучивают что-нибудь. Хотите так, чтобы у вас было? Да, хотим, лишь бы не стоять в храме. Да, понимаю вас. В общем, практически выхода никакого нет, но маленький выход есть. Я говорю, на следующем занятии будем его пробовать. Будем с вами изучать церковь, говорю. Очень обрадовались. Будем все-все о церкви проходить, чтобы вы узнали, что такое. И говорю, главную тайну, я вам скажу, которую вам батюшки ваши не скажут, раньше так, как сейчас не было. Раньше было очень интересно. Приезжал какой-нибудь апостол или проповедник и рассказывали, как проповедовали они, какие там люди. Раньше же не было ни географии, никаких планшетов. А там у людей не пёси уши? Нет. А там лысые все ходят? Нет, не лысые. Только они тёмные такие. Ну, тёмных мы видели, а другие мы не видели, тёмных даже людей. Так что это было одновременно как бы и знакомство людей с миром, особенно детям, это было интересно. Евтихий аж заснул, упал. Почему? Он никуда не уходил. Юноша ещё, ему бы спать, как говорится, да спать нет. Вот сидел, слушал. Вот как было интересно. А теперь, да, теперь батюшки, они делают всё для того, чтобы было очень интересно. С самого начала дети такие рождаются терпеливые как раз для христианства. Давайте помолимся о них. Надо список будет предоставить, наверное, да, детям? Что-то я не подумал об этом. Спасибо, Христос. Напиши, конечно. Я хочу попросить ещё раз помолиться о рабе Надежде, Надежде Ивановне, Харгуевой и братья Николая, чтобы Господь дал ей силы и крепления пройти это огненное испытание. Это действительно огненное испытание, которое призывает нас в Священном Писании. Не должны мы чуждаться. У каждого может коснуться подобного. Ещё оболящих. Татьяна Космична у нас нет, она всё ещё беременна? Да. Да, да. Татьяна Космична у нас нет. Татьяна Космична у нас нет. У сына. У отпуска. У Антонина Севастьяновна у нас нет из листей. Никаких новых, ничего нет. А глухой нашей Тамаре, сестре? Нет, никак не вытянутся. Нет? Попытки. Не увенчались успехом. Сестра там очень заботится о них. Егор Петровна. Когда она с собой ходит? Нет, она по-своему не хочет. У нас сестра. Очень тяжёлая. Стра заботится. Я сказала, кому-то заботится. Она сама очень хорошо ходит, я вижу иногда. Та? Тамара. Тамара. Глухо-анимая? Да, она не лежит, ничего, она очень бодрая. Она по-своему не ходит. Она сказала, что я не хочу просто ходить. Знаете? Ну, в последнее время там с ней она ни за что там злилась на меня. Там потом кто-то ещё стоял в Малине. Ей там то не так, это не так. Я говорю, я не знаю. Противник нашего спасения, он очень мудрый. Он знает, кому какую подошку подставить. Им всё хочется, чтобы все говорили по-какому. У Любови Петровны мы были с Полиной, но она ничего так выглядела, бодренько. Сейчас, говорит, соцработник будет полы мыть ходить. у них. Вот, сестра также в том же положении у них. Ну, Летина Павловна, собственно, сколько и слава, что она благословляет, нет, благословляет сестру Карима в путешествии. Ну, то есть, жива. Да, она, кашель у неё всё никак не подводит. Татьяна Александровна, нет, не было живёй? Татьяна Александровна. Нет, я не знаю. А кого ещё мы не вспомнили? Уже уехали. Так, кто ещё из сестёр, из братьев наших, кто нуждается в нашей помощи? Ну, мои с горлом. Полина у меня повторно опять заболела. Только два дня успела в школу. Второй день позволили со школы. Сказали, плохо, забирайте ребёнка. Опять в больнице сидим. Нужно лечить. Помоги его, господи. Игра тянусь, Ромка руку тянет. Так, ещё у кого есть слово из-за этого ещё завершается, подводит итоги. Ну, давай... Вам слово. Первое воскресенье февраля. Надпись такая большая. В коридор выйти. Сегодня попадаем... Первое... Первое, потому что февраля. Всё сходится у нас. Начало работы нашего сайта. Какая честь. Ну, говорите, прошло столько времени уже, настроить другой. У нас самщество интернетное. Это даже мы никогда не думали. Ежедневно идёт дозвон. Вот мы... Опять начинается молитва. Мы вместе с очтением где-то 45 минут. Работа проделана, не выскажешь какая. Сколько людей, из каких государств. И сейчас вот... Это, наверное, ваше было, что... Вот и до фотографии. Как засвидетельствовать о любви Божией? Беззвучей. И придумали как? Фотография. Вот она такая, это раскулаченная там. А теперь вот такая. И вот две фотографии рядом ставятся. И... Я прошу, кто если желает это дело, потому что эти фотографии, они в интернете стоят, и они будут в наших книгах. Ты уже своё дала, кажется. Поэтессы даже назвали там вас. Вот такое дело. Значит, сегодняшний день. Коротко сказать так. Мы не обделены милостью. Даже те люди, которые всё знают, и они понимают. Это... Ну, по порядку. Я хотел бы сказать о всех, но нету здесь. Вот. Войс, Сен-Виктор. Когда бы ещё не сказал. Безотказный всегда здесь. По порядку. Саша Загуляев, сколько помогал здесь. Алексей постоянно приезжает. По порядку только смотреть. Это и говорю сейчас только. А которые с другой стороны приходят, да одновременно несколько человек, это что-то. У меня три канала только. Только на одном канале в Ютубе у меня 23 тысячи своих роликов. Даже не думаешь, откуда люди берут и как они... Вот меня пробудило то-то. Вот через это. Целые семьи. Некоторые пришли из мусульманства. Мы наткнулись на ваши ресурсы. Целая семья. Даже, кажется, две семьи. Приняли крещение уже. Или не принимают там. Ну, очень серьёзная работа. На все ответы. 81 миллион просмотров. Сейчас, кажется, 91 тысяча с половиной подписчиков. Ну, если кто-то знает, что такое газеты и прочее. Мы с чего начинали, к этому близко подходили. Сергей Павлович, чуть-чуть маленько, извините, чтобы видно было. Сороку. Вот так вот. Маленько туда. Там, видите, лежат газеты. Вот здесь. Разложены. Это с чего мы начинали. Клименко Владимир Фёдорович. Главный редактор газеты «За науку». АГУ. Алтайский государственный университет. 999 экземпляров. Развещает. Без одного тысячи. Но вы не вкладыш. То ли не досмотрели или как. Они не говорили про это ничего. У меня всё это уже форматировано. Написано. И теперь, как туда занести? Про интернет мы не слышали, не знали. Я заказываю вкладыш. 25 тысяч. Тут одна тысяча неполная, даже без одного. У меня 25 тысяч. И я ему сразу деньги отдаю за это, сколько стоит. Он под этой газетой подсчитывает. И он в каждом кристином православии вот здесь. Открой, Володя. Вот. Вот эту. Первое там принесло. Прочитай кто-нибудь. Послушайте. Потому что важный день такой. Через это не десятки. Как пишут, говорят, тысячи людей пришли. Что читать-то? Погромче. Автор выражает особую благодарность Клименту Владимиру Фёдоровичу, главному редактору газеты Алтайского государственного университета, за науку. Благодаря которому ещё при советской власти многие из этих материалов были изданы общим тиражом около 150 тысяч экземпляров. Да-то с тыфрой какие. Это вообще. Ну ладно, там понятно. Он редактором работает в Алтайской метрополии. У метрополита. И где бы нечто нашёл разговор, мы как вот родные, у него ребёнок был там, и на это ответ в газете был там, привязываясь тогда к нам. Но он всё это разгромил и связи притом такие. И он очень добрый. Мы с ним разуемся совершенно босиком. Мы по городу вдвоём босоногие ходили. Государственную, это, администрацию, там, городскую, прокуратуру, мы с ним вместе. А потом вечером подходим, ноги ополоснули здесь. Вот об избе что будет, краном. О нём тоже, если кто мог вспомнить, на столе лежат эти газеты, которые издавали тогда при нём, газеты за науку. По одному экземпляру там 8 разных, а всего выпустил 14 разных тем. Все они к Крестному православию зашли. Это не просто так. Теперь переиздали к Крестному православию, а в два раза толще нашу стало. Я прошу, возьмите по одной газетке, для памяти, для детей вы расскажете. А там в советское время было не просто так. И даже в какой там год это были. Вот посмотрите где. Возьмите по одной газете, у себя архивы хоть и большие имейте. Детям покажете, что были моменты, когда вот не было ничего. И ещё и общины не было. А Господь нам сколько уже давал, какие люди. И когда он отвечал, он очень умно отвечал. Потому что у меня грамоты-то нет никакой гуманитарной. Я движим желанием этим. Однажды там что-то переплетаю, слышу по радио, передают мои труды. Я надежде-то ей говорю, смотри, как попали. А потом раз одно слово, которое я не употребляю, ещё. В конце говорят, Зоя Александра Крахмальникова. Я тут же собирался, если я к ней съездил, познакомились. Диссидентка. Она отбывала здесь. Ссылки была. Муж у ней тоже арестован был. В 190-е, кажется, заступила его. Вот через что, как друг друга, где как находим. И когда меня приглашали в Америку, в Канаду, митрополит. Боюсь, я уеду, а тут как будет. Ну, никто не может. Я вопрос поднимал на студенты. В АГУ там в зале однажды мы проводили там занятия. Я готовил точно так же. Дальше-то как? И в это время, я уже в Москве. Я сказал, а Зоя Александра говорит, знаете, съездите. Вам не раз придётся рассказывать. А вы никого не встречали. Она меня переломила буквально. И я сразу начал собираться. Это всё они мне оплатили. Что интересно, у меня оплатили из фонда по миссионерским работам. Впервые за все годы, которые они там были. Никого не было там. Певчинские там разные были. А это впервые. И она говорит, я кабинет на работе. А вы трибуны, вам капитана нужна. Мы долго беседовали. Записи, фотографии остались. Зоя Александровна. Её уже нету. И вот на сегодняшний день, видите, что у нас какое сокровище. А всё это в интернете находится. И как оттуда взяли вот этот четырёхтомных стихов, это никогда не было. Чтобы проповеди в стихах. Четыре тома. Каждый... Можешь поднять, молить, как её хватит. Подними, вот рядом, ты её. У вас дома она есть. Что это милость Божия. Нам расстать никак нельзя. И на сегодняшний день, вот посмотри. На сегодняшний день. Мы стоим уже недалеко от издания проповеди во свете Святой Библии. Возьмите себе память на молитве. Деньги, которые мы никогда нигде не достанем. Но чтобы Господь послал, я знаю, Бог богатый. Корень там находится. И Господь может это сделать. Каким путём, я не знаю. А потом, когда люди берут, мы за счёт книг могли бы рассчитаться где-то. Я выражаю свою благодарность. Вот была Галина Ивановна Кубайкина, много помогала. Вот брат Севастьян, он помогал тоже в эти там отпечатки. А потом сначала отпечатать, а потом корректура пройдёт, а потом по новой. Тут работы много. И он имел доступ где-то, у меня ничего не было где-то. Вот по одной, которой лежат газеты, я говорю, возьмите для потомков. Потому что издавать их туда так не будет. Один экземпляр, с каждой газетки лежат там. Я сама возьму. Там по одной набрать восемь. Сначала набери по одной. Вот на сегодняшний день. Что нам Господь позволил сделать? Татьяны нету, если она каждому звонит. Звонит там. Она в деревне находится. Сколько Господь дал у нас людей талантливых, заботливых, которые буквально за руку нас вели. Брат, я тебе вчера поминал здесь. После операции ты меня в тренажерный зал уводил. Ну, насколько быстро у меня заживало всё. Дмитрий Ильич, можно я спрошу вас. Сейчас вот вы говорили о том, что проповеди ваши будут издаваться в печатном варианте. А у меня возникла мысль, потому что я буквально вчера слушал ваши стихи в музыкальном оформлении. Так вот, может быть, уже пора создать какой-нибудь вариант в формате аудио ваши стихи, озвученные. Они есть. Так, разрешаю. Ну, я имею в виду, что вот какой-то комплект вот что-то. На сегодня поставили ночью. Видел, которого поставили-то? Да, вот. Закончил суд. Засчитан приговор. Конвой на уводит в коридор. Единоношен примор к расстрелу. Внезапной дрожью наполняет тело. Я примеряю выстрелы к себе, привязанных к позору на столбе. Последним взглядом небо ввожу. Воспоминание подобное ножу. Вонзается в широкие зрачки. О, сердце, жизнь, скорее всю прочти. Конвой на у совести года. Свидетелей едешь никуда. Они кричат событиями дней, в которых я обидчик и злодей. О, жалься совесть, память охлади, пылающей в расстреленной груди. Выводят, как какой-то звук, минуты за питье, и у столба лежалкое тряпье. Душа уходит в небо синеву, запорванную пулей бекангу. И все это сделали. И сферу, видела, да? Да, клик такой, замечательный клик. Ну, какой-то новый человек там тоже. Вы предлагаете аудио. Сейчас диск, если сделать аудио, его даже вставлять некуда. Сидером они в компьютерах уже сейчас не делают. Ну, я не знаю, надо подумать. Может быть, есть какие-то варианты. А это ролики. А ролики они в Ютьюбе, это самые... Ну, ролики, они рассеянные. А вот, чтобы было, это все равно, видишь, какие-то... А у тебя книга или что? На чё? На чё? На флешке? Ну, на флешке хотя бы. Это знаешь, сколько флешек надо видео? Виктор Николаевич. Просто в интернете, а у тебя книга сделать. Это надо вот такой флешке. Ну, я не знаю. Возникла такая мысль, возникла. Может быть, надо стольное обсуждение. Так, просьба. Две фотографии, минимум две, пошлите. Которые были до обращения. Какие сейчас вот такие сидите? Сестре. Это все будет выставлено. Сколько там набралось? Уже, наверное, полсотни. Больше. Больше. Но очень интересно. Я смотрю, я говорю, вот этот человек по глазам похож на брата Игоря Владимировича. Он говорит, так это он и есть. Там в одном месте, когда стоишь, что-то держишь, что-то. А тут на выдержку. Это очень интересно. Женщины, как правило, бывшие, все без платков. А эти в платках. Те бритые, а почти все с бородами. Поэтому можно посмотреть. Что интересно, вот выставил Семенов этот клик. Значит, музыка и исполнение брата Владислава Ковачева. Клик сделал брат Георгий Коробейников. И тут же рядом. Второй, другой вариант. Виктор Николаевич Савченко. Светика. Виктор Андреевич, а можете мне в WhatsApp скинуть, вот где сегодняшний, который вам понравился? Можно объявление? Батюшка сейчас позвонил. Ну, спросил, как у вас дела, что, как. Я говорю, да у нас... У нас сегодня, говорю, праздник, день сайта. Вот Игнатихович как раз про сайт начал рассказывать. Он говорит, как у вас, говорит, все время, каждый день праздники. Я, говорит, хочу уже перейти в Веру. Сказал, что да, у них дороги замело, были прочищены, прочищены, а вот на этой неделе был вот этот вот снегопад с ветром, и были бордюры у дороги метровые. Игорь поехал, все сравнялось, забуксовал. В общем, уже они там теперь не выездные. Да. Вот, батюшка немного приболел. Помолитесь за него. Но он сказал, ты там сильно не рассказывай, а то скажешь, все, батюшка заболел. Я говорю, я приболел. Приболел. Приболел, горло у него там, что-то живот крутит. Вот, я говорю, а как матушка? Матушка, у матушки уже перцы всходят, ей некогда болеть. У нее там все. А батюшка приболел, Виктор Андреевич. Приболел, не болеть, приболел немножко. Чтобы это при ушло все время. Да, да, чтобы это. Говорит, вы там сильно не нагоняйте, говорит, я не присмеюсь. Так он только за этим позвонил? Ну, спросил, как дела, какой праздник сегодня, Веру нашу перепонял. Две фотокарточки приготовь. А что, дождой после? Да. Игнать Тихонович, удалили с Ютуба ролик об Украине, самый, который у меня там, кассовый. Удалили? Да, его Ютуб удалил. Да, ты че? Все. Не понял еще, да. Удалили ролик, который вы об Украине говорили, который ты миллион просмотров у меня на канале занял. Его удалил Ютуб, все, запретил. А что-то вообще-то мне говорил. Об Украине-то? Об Украине я сказал то, что есть только... Ну, вот все. Я взял с терроризной стороны, вот это же крещение, это все остальное пришло. Игнать Тихонович, лишних теперь вот слов говорить нельзя, да. То есть надо вот для Ютуба теперь вот... Ну, для Ютуба, для Бога. Я же не Ютуба делал. Нет, я говорю, что выставлять такие уже нельзя. Я сказал об этом. 48.10. Иеремия. Откуда идет? Проклядь, то дело Господне делает небрежно. Вся эта небрежность, а католичная, пришла сюда еще не их. Архиепископы оттуда, которые с западной Украины. Одного давали здесь, но на Алтай-то как против нас сразу разбил. Они как будто одержимы этим делом. И дальше ей проклят, то меч Господень удержит на крови. Я сказал, даже молиться о мире нельзя. Ты проклят и будешь. Вот так. Я ничего не сказал, кроме того, что я понимаю. Это мнение мое, основанное на Священном Писании. Остальные это злобятся. Я ни к чему не призываю, кроме как к молитве. Я каждый день молюсь за Зеленского, за всех. Они убрали. Жалеть будут. Где-то скачено оно. У меня даже не скачено, наверное, нет его. Да, есть. Они сейчас едут от иронных собраний. Разрешите? Разрешите тоже я тогда вспомню. Я хотел бы еще вспомнить одного человека. Хотел еще вспомнить одного человека, кто к сайту руку приложил. Хоть он его и не делал. Это Игорь Владимирович Стретяков. И Юля. Ну и супруга, она поддерживала его. Потому что когда он начал разбираться, что такое электронизация, что это такое интернет, цифровое, вот это. И он захотел зайти и сам проверить в сайт наш. А ничего не может найти там. Ничего не понимает. И он пришел к нам именно вот в это время. Там это был в феврале. И начал об этом говорить. И говорит, Игнать Игнатьевич. И он говорит, да там все, там работают братья у нас, там все острают. Он говорит, работают, но никто зайти не может. Там всего что-то было. Это сто человек, что ли, зашло всего. Как сказали, сайт топорный был. Да, такой. Да как это может быть? Где? И потом там начали показывать. Что-то Игнать Игнатьевич в это поверил. Как я не знаю. Ну это чудо божье, что вы поверили. Вы не должны были в это поверить. Но, слава богу, вот все, этот треугольник замкнулся. То есть, и это братья, ну и вы в том числе будем говорить. Игорь Третьяков. И последний, кто начал все делать, это с учебы Юлии. Однокурсник он. Да, она где-то училась-то я сейчас. В университете медицинском училась. И там был парень такой, курит, но голова у него, ну еще молодой не прокурил. Как его звали-то? Женя, да? Евгений. Евгений, да. И он нам стал помогать чего-то. Да, видать, Юля красивая, он влюблен был в нее. Потому что, с чем он нам помогал так? А может, Господь коснулся? И он так сильно помогал, что он нам столько много сделал. И тут и я тоже попал в это. Простите, я не хотел говорить о себе. Когда уже начали делать сайт, переделывать его, там начали получше, выставили впереди книги, там начали выставлять. Ролики начали? Нет, я не помню. Нет еще, да? Только когда, у нас же сначала был форум. Я помню, выходил на форум, мне там, да ты кто такой? Форум потом, задолго после сайта. Да, ну, то есть, да, сначала сайт был, сначала сайт был. Это был один ответ на всех, не нужен никакой форум. И я как раз, у нас было, все застопорилось на раскрашивание Гюставо Доре. Кстати, в сегодняшнем сайте, вот этом новом, там нету Гюставо Доре, я не мог найти цветного. Ну, и никому не нужен просто, и все. Все до одного. Нету там. Но трехтомники. Да? В сайте в новом нету. В электронном варианте. Братья, которые сайт делали, они не вставили трехтомник, там нету, никакого Доре нету вообще. Ни цветного, ни не цветного. Не знаю. Ну, я знаю. Я, знаете, я не давно только смотрел, новый сайт, там все есть, все книги. Ну, нету там. Книги есть, а Доре нету. Книги есть, а Доре нету, я вам говорю. Книги, но не в электронном. Я сейчас говорю про... И Игнат Иванович там их к художникам, и один там художник, и второй приходили там, и мы к ним приезжали. И никто из художников не берется за то, чтобы разрисовать. А я молился как-то, и мне вот Господь положил на сердце сказать, как только Игнат Иванович скажет, все, нету никого. То есть, значит, печатаем там просто без цветного. Я тогда скажу, я буду разрисовывать. Там вообще работает, кто видел, я... Посмотрите. И я подошел, говорю, Игнат Иванович, он говорит, все, никого не нашли. Я говорю, Игнат Иванович, Господь положил на сердце мне разрисовать. Он говорит, да. И даже не отговаривать не стал. Давай, пробуй. Ну, потому что куда еще. И я начал пробовать с Надеждой Фольгуевой. Ольга Унагаевна, Наталья. Не, да вы что, это не то. Разрисовывать на бумаге не было компьютера-то. И я уже начал заготавливать вот эти вот рисунки. Они были на принтере. Я их делал такими вот светлыми, чтобы потом можно по ним было рисовать. Я уже у меня там собралось. И в этот самый момент пришел этот Женя. А мы были как раз у Игоря Третьякова в доме. И он что-то начал слушать нас и говорит, а чего вы там разрисовать? Да это же легко. И я куда-то ушел. Не знаю, в туалетную или куда попить воды. Прихожу, а у него на компьютере Петр вылавливает 150 больших рыб. Вот это. И он рисует. И я смотрю Гюстав Доре. И он берет так как-то что-то там кругленькое. Раз-раз. И все становится то синее, то красное, то зеленое. У меня волосы дыбом стали. И я прибегаю к Игнату Тихоновичу. Игнат Тихонович, глядите что на компьютере. И давай ему показывать, Игнат Тихонович. Тогда я сам это могу делать. Давай там разрисовывать что-то. Вообще это было невероятно, конечно. Вот так Господь открывает. Ну, потому что было горячее желание, чтобы это было. Ну и теперь разрисовано. Слава Богу. И однозначно, когда говоришь людям, они, да что вы сделали это? Гюстава Доре. Как вы посмели прикоснуться к такому мастеру? А теперь, ну посмотрите, черно-белое, насмотрелся, а теперь видит цветное. И все смотрят их. А что раньше никто не догадался? А что, говорит, раньше никто не догадался рассветить? Вот так. Все. Нет, не все. У нашей сестры есть слово. Нашему празднику сегодня. Два года назад про интернет написала я песню, еще вам не пела. Препорт не готовилась. Не знала, что сегодня день сайта. Не болею немного. Просто может с тихом тогда? Я так не расскажу. Я так не помню. Я помню, когда поел. Давай. Сильно только не напрягай. Мелодия простая, своя норма. В нашем двадцать первом веке на такой большой планете Есть общение в интернете, и в ютубе, и в рунете. Столько здесь родных хоть разных, людей межконтинентальных. И пусть разные все лица, что мешает нам сдружиться. Нас Господь объединяет, в церковь Божью собирает. Будем вместе мы молиться, и для Господа трудиться. Слово Божьим изучаем, весь заблудшим возвещаем. Сердца к Богу обращаем, о Спасителе вещаем. Благовестники Христовы, в церкви Божьей основа. Будем мы всегда готовы, нести людям Божье Слово. Аминь. Аминь. Слава Богу. Ну маленько подзабыла так. Спасибо Христос. Главное, что ты потрудилась для этого дела. Брали книги, кто-то дает отчет, считает? Да. Двое сдали, Людмила Степановна я еще не читала. Если кто желает брать книги, два тома и пять от Тихоновича, стиху, лежат, пожалуйста, в библиотеке. Вот. Первый, второй том есть в свободном доступе. Без разрешения не просят. Да. Записывать я буду потом. Завершаем. Давайте. Достойная стеркова истину, блажей Тетя Богородицу, призноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Серафим, без истыния Бога слова родшую, сущую Богородицу Тя Велича. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы. И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия, а во Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, все святые, называем-то. Господи, объеди наши молитвы и присоедини к молящему Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир, Ты, сохраняющий Его, как Зиждитель. Ты наш Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий и пролитой крови Сына, Твоего единородного Иисуса Христа, за нас грешных, преисполни наши молитвы, о всех заповедавших на молитве о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, кому возвестили слово истины, которые узнали что-то о Тебе, положим твердо верить в то, что покаяние приемлется Тобой только здесь, что за гробом нет покаяния приемлемо Тобою. Тебе, Боже, хвала, слава, счастья, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушай Ты, да слышат рабы Твои, голос Твой. Так у меня маленький вопрос и ответ. Юля, а где этот ливень находится? Знаешь, как ты считаешь, можно ему новый завет с фотографиями тебе подарить? Так, сейчас, Володя, отрежь. 30 тонн и кто там держит? Оставь я. Скажи, это Твоя работа. Продолжение следует...